Музыка 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 что они были построены, мы решили их дать им, который был на «Гранде Декорации Венезиана Семёска». В этом случае, и потому что Теполо, который находится на питушке Веронезе, для реланчания «Гранде Декорации Венезиана Семёска», мы выбрали, под ним, в Дипитоне Теполо, один из Веронезе. В общем, мы хотели, чтобы кто-то entrался в эту салу, быстро получил информацию о том, что мы выбрали. Поэтому, вместо этого великого диплома, который находится из-за капучины, и мы находимся в софт, Поэтому мы хотели бы снижать свой принцип и снижать из этой иммины и мы поставили виноват. И в основном мы хотели бы поставить большую коллекцию из бобзетти, что мы имеем, и я думаю, это самая большая коллекция из Теполо в мире. В Теполе, в Галерии Академии, много, много, которые в нашем эксплуатации Позитиво. Это Сала 2, поспитая коллекция Боцетти и Грандетондо и Капуцинь, и другие оперы находятся в первом этапе, в первом этапе пензаке, которые приходят из Чеса Дегли Скалзи и из-за того, что остается из-за того, что остается из-за того, что остается из-за того, что остается из-за Чеса Дегли Скалзи. И потом, в первом этапе, мы inaugурали эти большие салоны декоративные петли из-за Чеса Монументальной 6-700, где Теполо, конечно, у нас будет центральный роль, особенно с Кастико Де Серпенти, который мы увидим после декоративного и аккуратного рестаула. Теполо, конечно, является центральным персонажем для Венезии, и Галереи Академии пытаются о документах лучше. У нас есть очень много работы. У нас есть очень много работы, у нас есть ботзеты, у нас есть decorative работы, но у нас есть тоже работы для периода геонильная, и митологические. И, поэтому, это позволяет нам получить небольшой монографический петлю внутри нашего спасти. У нас есть один из-за этих петли, из-за того, что мы называем, и один из-за этого, как мы называем его. Это сомпетит, который выставляет из-за христика, христики, из-за Кастелла, в Венезии. Хреста, сомпретая и струблась в первые годы из-заца, после возвращения наполеониха. Стоя из-за его завершена, мы также его хребет, или, о том, что это очень удобное, так легкое и так легкое, так очень интересно как техника, не можно говорить о презентации. Это очень интересное для нас наблюдать огромный рисунок, в этом сценарии сценографии выбрали для «Тонда» «Капутина», в этом небольшом исследовании, но очень разнообразии, для того, чтобы понять, генеси этого генера, как Теполь эффективно пришли к этой сценарии комплекте, эти машины, которые наши têm в них навред Crimea и их рецептах, это позволяет вам генераль ступор во все время легенды она считается как в середине этого генератора pitch и источника она построена на гранинах в серединеatta AAA в середине 1891, тоже в его гости, а он еще в Китае. И Елена в Китае, куда и в Китае, куда в Китаеvarо, куда попали, в Китае верно. И убери Иреков, в Голготе, в том, что Голготе, где кроци были висаны, где Государь был висан, где Государь был висан, и где был висан, где был висан, где был висан, где был висан. И решили, чтобы уничтожить этот храм и искать с землями, чтобы найти кроци. Это мы видим, в моем спаде. Мы видим в Сент-Сенте, гдеuni церкви. а также в том, что они не могут быть в земле, а также они не могут быть в земле, но они не могут быть в земле, вера вера, вера в Christ's faith. Елена не находила его титом на «Кроще Гиусе», поэтому они могли поставить в виду «и легни» и в «Тре Кроще» и, по этому, они привлекли ее в эту дону, которая видела на леттига, которая живет в виду, которая горит миросленно только когда он в деревне. Веракроция. В то время Елена является уверенным, что она воспринимается в три части. В первую часть будет в Рома, в первую часть будет в Герусалене, в первую часть будет в Рома, в первую часть будет в Костянтинополе, в новой capitalе. религиозный импер. Лизащит из-за религиозного центра из-за другой главы, из-за Галерией Академии. Одна из-за того, что мы можем документать в бюджет, более финал, более из-за представления от того, как из-за тона, и из-за фрагментов из-за декорации. Существует о траспорте из-за Санта Каса из Лоретто, Один из наших четырех боссетов, удивительный и еще разнообразный, после реставра relativ редкостью, что фигура, в том числе, иконография из Назарет, привезти в поле, из Палестина, в Лорито, в нашей стране, в нашем городе. Что интересно здесь рассказать, что у нас есть боссетто, где мы видим, иконография ближе, в том числе, что это будет потом, но самое интересное, то есть идти в первом этапе, в Салоне XI, в XI, ази, и видеть, что осталось, что осталось из-за того, что, после того, как она была бомбардирована во время войны, в октябре 1915, и уничтожила одна бомба, и уничтожила большую часть, некоторые фрагменты, которые были спасены. Эти фрагменты были штатаны или стыканы из-за своего рода, и привезли в домашнее время и, через несколько лет, в период времени, в период времени, все остались приобретены здесь, и готовы, в зависимости от того, что было в начале, в интернете. Продолжение следует... ...di San Domenico, in Santi Giovanni e Paolo, concorso molto moderno a cui si partecipa, si sottoscrive una domanda di partecipazione, si invia un bozzetto e poi una commissione decide. E quel bozzetto l'abbiamo qui, anzi adesso è in mostra a Milano ma è conservato qui alle Gallerie dell'Accademia. È un bozzetto di un tiepolo ancora giovane, 23, di un tiepolo che sta cercando la sua strada e di un tiepolo che questa volta non vince. Questo è quasi un unicum della carriera invece scolgorante di tiepolo, almeno di tiepolo veneziano, prima di poi andare a Madrid dove la sorte ha in serbo anche una fine un po' amara della sua carriera di successo. Con questa Gloria di San Domenico vediamo un tiepolo che guarda ancora ai suoi maestri, ovvero a questa pittura neotenebrosa, in particolare a Piazzetta, questo straordinario artista della generazione precedente che inizialmente sembra guidare, essere il faro del giovane tiepolo verso il futuro della pittura veneziana. 15 anni dopo, per l'esattezza, Tiepolo partecipa e viene nominato a decorare un soffitto, un altro soffitto domenicano, con un affresco ben più grande che è la decorazione per la chiesa appunto di Santa Maria del Rosario. Abbiamo qui il bozzetto, un bozzetto piuttosto finito, piuttosto vicino a quello che doveva essere verosimilmente il progetto definitivo da offrire alla committenza e vediamo un tiepolo che sembra aver lasciato un po' quello stile ancora incerto degli anni venti e sembra ormai a suo agio in un stile che è assolutamente tiepolesco. C'è un rimando, anzi un doppio rimando, in questa sua costruzione architettonica molto forte, in questa scansione dei gradini che è stata associata da una parte al suo modello per eccellenza. Il maestro di Tiepolo è e rimarrà sempre veronese, quindi il grande pittore del Cinquecento, il grande pittore della decorazione cinquecentesca. E poi c'è un qualche riferimento molto interessante alla pittura romana, a cui Tiepolo arriva forse attraverso il suo primo maestro, Virglorio Lazzarini, appunto molto attento a quello che succedeva a Roma, dove la pittura era nel segno del classicismo di Maratta, quindi in una direzione completamente diversa da quella poi presa da Tiepolo. Però ecco, in queste figure che sembrano uscire, sembrano precipitare fuori dalla cornice polilobbata del soffitto, sembrerebbe essere un riferimento abbastanza evidente alla grande pittura decorativa barocca del secondo Seicento romano. Gli ordini religiosi, quindi, rappresentano per Tiepolo un firouge, un po' di questa sua fortuna, e fanno proprio da controparte a quello che è la committenza del patriziato. Le due cose, come sappiamo, si legano, ovvero un patrizio poteva essere membro di una congregazione, un figlio secondo genito poteva essere cardinale o protettore di un ordine, quindi Tiepolo piace a tutti, questa è la verità. Tutti cercano di accaparrarsi la sua opera in una sorta di vortice sempre più intenso, sempre più avvolgente. E Tiepolo raramente dice di no a una tale facilità, a una tale organizzazione del lavoro, anche grazie all'assistenza della sua bottega, in primis dei suoi figli, di Giandomenico e di Lorenzo, che è in grado davvero sorprendentemente di dipingere tantissimo, spaziando dalla decorazione privata delle ville alla scena mitologica preziosa, a dei cicli ispirati alla letteratura, a queste mastodonti, che è davvero immaginifiche rappresentazioni del divino, di cui qui abbiamo alcune delle rappresentazioni più importanti appunto veneziane. Qual è l'impatto di Veronese per Tiepolo? È sicuramente figurativo, cromatico, è di modelli, di citazioni puntuali, ma è forse poetico. Il veronese è un pittore libero, un pittore felice, è un pittore facile, è un pittore per tutti. Questo non vuol dire che sia un pittore non dotato di complessità e di livelli di lettura ulteriori. Questo nostro confronto è un confronto fra i tanti che si possono fare. Potevamo scegliere altre opere di Veronese che abbiamo esposte qui al museo. E però allo stesso tempo è un confronto interessante, è una scena allegorica, a confronto con una scena sacra, storica, sacra, quella appunto del ritrovamento delle vere croci. Si potrebbe dire che forse è meglio fare il confronto fra due scene sacre, due scene allegoriche, ma la differenza è che entrambi, Veronese e Tiepolo, sono pittori che non si possono suddividere in compartimenti stagni, sono pittori che affrontano temi diversissimi, committenze diversissime, con lo stesso impatto, con la stessa facilità, con la stessa gioia, con la stessa naturalezza. Ecco, questo è sicuramente un qualcosa che accomuna i due artisti a distanza di secoli. È altrettanto vero che tutto ciò che è lo straordinario patrimonio artistico veneziano, Tiepolo lo conosce bene e lo sa citare al momento giusto. Un caso quasi agli antipodi è quello di Tintoretto, un pittore altrettanto amato, altrettanto studiato da Tiepolo e altrettanto riutilizzato al momento giusto. Da Tintoretto Tiepolo prenderà questa facilità compositiva, questa sorta di vortice in cui le figure sembrano mischiarsi, sembrano dialogare, sembrano quasi sovrapporsi l'una all'altra, con effetti poi finali diversissimi, perché Tintoretto così cupo, così teso, così malinconico, anche di certe rappresentazioni, non ha nulla a che fare con queste visioni celestiali, serene, a tratti spensierate quasi di Tiepolo. Ciò nonostante l'abilità dello studio, di come Tiepolo sa guardare l'opera dei suoi precedenti, è sensazionale. Non si finirà mai di scrivere, di analizzare l'importanza della pittura precedente per spiegare la genialità di Tiepolo, ma non si potrà mai comunque spiegare la genialità di Tiepolo facendo riferimenti al passato. Tiepolo è altro, è un salto nel vuoto. Ecco, se si vede il panorama artistico settecentesco pieno di protagonisti, pieno di artisti, che non si deve sminuire o non considerarli, insomma, altrettanto originali, altrettanto geniali per certi versi, ma lo stacco è sorprendente. La quantità di opere prodotte da Tiepolo, fortunatamente anche molto preservate fino a noi oggi, ci guida attraverso una frizione che è sempre diversa, non ci stanca mai. Ecco, possiamo continuare a vedere mostre, sfogliare cataloghi, tornare nei musei a vedere la sua opera e sembra sempre rigenerarsi, sempre poter essere vista attraverso delle lenti diverse. Grazie a tutti.